Всем привет, ребята! Вы находитесь на канале Собер Вижн. И сегодня у нас долгожданный новостной выпуск, в котором вы увидите все мои семьи муравьев, узнаете, что у них нового, а нового у них действительно очень-очень много абсолютно у всех моих колоний. Предыдущий выпуск выходил уже более 7 месяцев назад, и поэтому накопилась просто целая гора новостей. Сегодня я вам обо всем расскажу, мы за всеми семьями поухаживаем, увлажним, поменяем поилочки, в общем, все увидите сами. Итак, поехали! Спонсор сегодняшнего выпуска – магазин Анкиппин Депо. Не упустите возможность приобрести редких муравьев, эксклюзивные формикарии с доставкой по всему миру в короткие сроки. Ссылка в описании. Итак, ребята, а начнем мы сегодня с той семьи, которая больше всех, лучше всех сейчас развивается – это мирмикария Брунея. Посмотрите, сколько их стало. Первый модуль формикарий «Азия» просто нафарширован муравьями. Здесь уже яблоку некуда упасть. Абсолютно все место заполнено муравьями. Они срочно жаждут расширения, и сегодня мы им позволим расшириться. Посмотрите на арену. На арене тоже у нас полно муравьев бегающих. Та пробирка, которая у нас была поилкой, периодически становилась домом для муравьев. Они там жили, потому что места действительно в самом модуле уже нет никакого, в самом формикарии. Но как только тут закончилась вода, они здесь все-таки появляются немножко реже, но тем не менее они здесь находятся. Также мы почистим сейчас мусорочку у этих муравьев и немножко приберемся на арене. Увлажним формикарий и обязательно их покормим. Так, давайте мы начнем с того, что мы сейчас уберем немножко мусор, который у нас находится. Потому что если мы начнем кормить, эти муравьи просто не дадут нам здесь убраться. Перед тем, как я начинаю снимать видео для вас, я обязательно убираю пыль с формикариев. Вот уже можете видеть, как помощник бенгальский кот по кличке Лео помогает, несет тряпочку. Пыль мы всю уже с них заранее вытираем, только после этого начинаю вам снимать, показывать. Так, давайте мы немножко уберем вот этот мусор, который у нас находится. Как ни странно, этого мусора не так много. Ну, убираю я немножко таким, даже здесь не варварским способом не сказать, немножко неудобным способом. Я все это делаю с помощью пинцета. Конечно, удобнее всего использовать здесь какой-нибудь совочек. Вариантов, в принципе, много, что можно и самим придумать и так далее. Но пока это не возникает, пока это не вызывает у меня больших проблем. Только вот единственное, один муравей у меня убежал, а в целом это больших трудностей у меня не вызывает. Поэтому я сейчас все уберу пинцетом и после этого поменяем обязательно им поилку. Потому что поилка, поилка, в ней, в этой поилке вообще воды абсолютно нет. А поилка муравьев должна быть обязательно. Если мы только недоувлажнили фармикарий, муравьи обязательно посетят вашу поилочку, попьют водички, возьмут жидкость, которая им надо для увлажнения самого гнезда. И семейка эта будет жить долго, как говорится, и счастливо. Поэтому обязательно, ребята, используйте поилку. В любых, абсолютно в любых семьях рекомендую всем ее использовать. Так, как ни странно, я практически ежедневно кормлю их тараканами, но остатков от тараканов я бы не сказал, что очень много. Если у вас остаются прям большие части от тараканов, желательно их сразу же убирать, потому что это будет способствовать появлению ваших формикариев, клещей и других различных паразитов. Поэтому, так, сейчас же еще нам надо как-то достать и поилочку самую. Смотрите, ух ты, сама поилочка, в которой находятся у нас муравьи. Попробую я вот так вот аккуратненько их достать. Муравьи тут уже достаточно в таком, в агрессивном настрое. Как же мне их отсюда всех вытрясти? Они уже начинают ползать у меня по рукам и по всему. Вот можете посмотреть. Активно ползают по рукам. Как-то будем их сейчас аккуратненько отсюда убирать. Неудобно, конечно, одновременно и снимать, и убираться, но красота, как говорится, требует жертв. Поэтому будем делать все одновременно и снимать, и убираться. Да, в этом инкубаторе полностью закончилась вода. Сейчас мы его помоем. И после этого положим уже с водичкой на арену. Кстати, ребята, я сейчас стал, посмотрел и увидел, что мусора там достаточно много. Поэтому я применю вот такой небольшой листочек бумаги, для того, чтобы этот мусор побольше убрать. Единственное, что тут уже вовсю орудуют. Ну, они вообще, они нет, они вообще не дают. Вот, посмотрите. Все, они вообще не дают убраться. Таким образом. Не дают. Не хотят давать. Так, а если они не дают, и выбежали все, и бегают здесь, как же нам убираться? Только таким образом. Ладно, сейчас немножко еще помучаюсь, поубираю пинцетом. Ну что, ребята, поилочка обновлена. Самое время положить ее аккуратненько на арену. Как это аккуратненько сделать, пока не очень понятно, потому что здесь муравьев целая тонна, чтобы их не придавить. Чтобы они успели выбежать. Все, поилочку я положил. Так, один муравей сюда как-то попал. Назад его возвращаем. Все, теперь самое время открыть дополнительный модуль и покормить наших муравьев. Давайте для начала откроем им новый модуль, уволожним его. Как бы нам сделать это быстро и без последствий? Ну, давайте попробуем. Давайте быстренько сейчас уберем, быстренько уберем одну перемычку и сразу вставим вторую. Так, и вставляем вторую. Есть такое дело. Муравьи начинают активно носиться по новому модулю. Давайте увлажним старый и новый модуль. Делаю я это дистиллированной водой. Так, старый налил водички, в новый налил. Ну, в новый надо налить, будет воды побольше. Активно гипс сейчас впитывает всю воду, которую мы туда наливаем. Ну, даже по цветам видно, что, насколько видно, старый у нас немножко потемнее. Потому что он, в априори, у нас увлажнен и он не пересыхает полностью. Я не даю, по крайней мере, ему это сделать. Я его постоянно, периодически увлажняю. Сколько я миллилитров туда заливаю? Ну, миллилитров пять точно раз в неделю. А то бывает, если особенно сухо, то я туда могу залить и миллилитров десять воды смело. После того, как заливаю, вода наполняется в камеру, она впитывается. И там минут через три-четыре я доливаю еще туда воду. Новый модуль сейчас активно начал поглощать воду. И теперь самое время, пока муравьи осваиваются в новом доме, самое время покормить нашу семью. Обычно я даю, ребята, этим муравьям придавленных тараканов. Но сегодня я предлагаю этого не делать. Окинуть им живого, быстрого, смелого таракана. Посмотрим, насколько семейка может справиться с этим тараканом. Я думаю, что достаточно быстро, потому что эта колония уже разросшаяся, большая. И они быстро поймают его. Конечно, она не суперголодная, потому что я им ежедневно даю тараканов, сироп. Но, тем не менее. Ребят, ну прошло буквально минута. Все. Таракан повержен. Его облепили все муравьи. Они его активно держат. Как можно активно держать, не знаю. Но держат, в общем. И теперь они его потихонечку, полегонечку потащат в гнездо. Попытаются затащить в трубку. Если не получится, то начнут разделывать прямо возле трубки. И по кускам, по частям уже потом заносить в гнездо. В принципе, с этой семейкой мы сегодня закончили. Мы увлажнили все модули. Новый, который мы открыли. Видно, как у него распределяется влага. Старый увлажнили. Почистили немножко арену, убрали мусор. И покормили наших муравьев. Положили обязательно поилочку, которую я рекомендую класть для всех муравьев. Теперь начинаем смотреть на новую семью. А перед вами природный формикарий, в котором у нас живут муравьи-капканчики Адантамахус Баури. И посмотрите, он превратился в настоящие джунгли. Я хотел его подстричь еще две недели назад, но все, у меня никак не получалось, не было времени. И теперь он просто весь капитально зарос. Хуже всего, когда растения дорастают до самого верха, до самой крышки, потому что муравьи уже начинают активно по ним ползать и тяжело его отстричь. Но я это попробую сделать. Сейчас я сниму верхнюю крышку и подстригу его. Вот, ребят, что я именно имел в виду, когда вам говорил, что нельзя допускать, чтобы растения дорастали до самого верха. Сейчас растения доросли до самого краешка. И муравьи сейчас активно по ним здесь ползают. И в любой момент попытаются перелезть, вылезти, вот, пожалуйста, вылезти из природного формикария. Поэтому я их аккуратненько сейчас буду стряхивать. И быстренько-быстренько подстригать, чтобы убрать растения вот от этой вот части. Ну что, ребята, с большим трудом мне все-таки удалось подстричь природный формикарий. Это заняло мне очень много времени. Много муравьев у меня оставалось на листьях. Я невнимательно смотрел. Они здесь бегали у меня. Я их всех собирал. В общем, сейчас вся семейка собрана. Надеюсь, что никто не убежал. Но это было точно непросто. Растений было очень-очень много. Поэтому вот сейчас вот так вот он выглядит, природный формикарий. Гнездо, я думаю, находится сейчас ближе вот к этому вот краю. Потому что оттуда очень активно вылазят капканчики. Там видна явно какая-то нора. Ну и вот так вот теперь он будет выглядеть. Будет разрастаться. Подстриг я не только высокие растения, но также почупокровку я подстриг. Активно здесь ползают муравьи. Следует, что произошло. Смотрят. Сейчас мы его увлажним и покормим муравьев. Что, давайте теперь увлажним. Обильный наш природный формикарий. Ну что, все мы хорошо обильно увлажнили. И самое время закинуть туда парочку тараканов. Все, пускай нас муравьи поедят. Пережили они большой стресс. С этим формикарием у нас закончено. Здесь как такового мусора особо нет. Муравьи его выкидывают обычно на передний план. Формикария вот где-то вот сюда. Но эти все остатки быстро подъедаются. Здесь у нас колембулы ползают. И все остальные мелкие насекомые. Поэтому остатков никаких конкретно я не вижу. Прямо чтобы они валялись. Гнили и их было необходимость быстренько убирать. Теперь этот природный формикарий необходимо будет подстричь ориентировочно через 3-4 недели. Главное этот процесс не запускать. А как только у нас подрастает немножко растения все. Их лучше всего стричь. Потому что вот как чтобы не было проблем как сегодня. Все растения поднялись настолько высоко. Что надо было постоянно смотреть чтобы муравьи не выбежали из формикария. Они не то что это хотят прям активно сделать. Но им интересно. Все равно они выползают. Вот такие дела ребята. Ну что давайте теперь посмотрим на следующую семью. Следующая колония. Это всеми любимые муравьи Лазиус Флаус. Желтенькие наши симпатяги. Но с этими муравьями ребята произошла очень-очень большая беда. Они остались недели 2-3 без увлажнения. Поилочки у них тогда не стояло. И эта семья к сожалению начала очень быстро умирать. Осталось всего 5 рабочих. Я посчитал было 5 рабочих. И после этого сейчас эта семья начинает возрождаться. У них уже здесь я не знаю ну около наверное 40 рабочих есть. Маточки уже и все муравьи очень активны. Они выбегают на арену. Здесь у нас лежит поилка. Которая сейчас тоже закончилась вода. Обязательно водичку мы сейчас сюда наберем. Увлажним и покормим этих муравьев. Первым делом давайте увлажним сейчас эту семью. Вот здесь вот у нас есть специальное отверстие для увлажнения. Сюда я залью около 3 миллилитров воды. После этого наполним поилочку также водичкой. Всем советую чтобы у всех на арене была поилка. Без этого муравьям будет очень тяжело. И в случае того как у меня что я забыл увлажнить формикарий. Муравьи могут спокойно туда бегать и использовать эту волю. Так поилочку я набрал. Возвращаем поилочку на арену. Здесь у них такая небольшая подставка сделана. Так сейчас уберем остатки мусора и тараканов которые здесь есть. Которые занесены сюда в ходы. Я их к сожалению не смогу убрать. Поэтому я уберу только тех муравьев. Извините тех тараканов которые находятся у нас на арене. И так достанем. Вот здесь у нас была старая тарелка из фольги. И вынем также вот этих вот всех засохших муравьев. И личинок жука-знахаря. Вижу там активно ползают несколько муравьев. Которые хотели полакомиться остатками. Той пищи которая у них осталась. Все убрали. Предлагаю покормить их тараканчиком. Сейчас я возьму маленьких туркменских тараканов. Так как это очень мелкие муравьи. Обязательно таракана хорошо придавливаем. И кладем недалеко от входа. Муравьи у нас уже активно вылезают на арену. Не боятся. Поэтому сегодня у них будет настоящий пир. Полакомиться этим тараканом. Которого мы им положили. Ребята как вы видите. Ухаживать за муравьями не так сложно. Увлажнили раз в неделю как минимум. Положили еду. Тоже как минимум раз в день лучше кормить. Но по большому счету если вы не покормите муравьев в неделю. С ними ничего не случится. Муравьи спокойно могут неделю обходиться без пищи. Но желательно их кормить каждый день. А для истинных ценителей два раза в день. И обязательно поставили на арену поилочку. Она нужна практически всем муравьям. Ну что. Самое время показать вам следующих муравьев. Итак ребята. Следующая семья это компонотус скорее всего фитчинкой. Но они не такие волосатые как фитчинкой. Но тем не менее давайте все таки их отнесем к компонотусам фитчинкой. Да здравствует битва в комментариях. Которая наконец таки утихнет. Итак. Ребята. Семья очень хорошо и стабильно развивается. Посмотрите. У них много коконов, личинок. В общем много расплода. Они уже активно осваиваются во второй части. Во втором модуле фармикария. Я думаю к лету уже можно будет спокойно им открывать третий. Чем мне нравятся эти муравьи. Так это тем что они не так активно развиваются. Как это может быть у муравьев. Они хорошо развиваются. Но они развиваются постепенно. Поэтому не надо и будет им менять фармикарий. Как перчатки. Каждый месяц. Этого фармикария я думаю хватит на пару лет. Поэтому у кого нет места дома. У кого нужны муравьи, которые очень спокойно развиваются. Но тем не менее у них очень интересное поведение. Они красивые, желтенькие. Берите пожалуйста себе муравьев. Компонотус туркестанус или компонотус ветчинкой. Сначала ребята я предлагаю убраться у них на арене. На арене у них уже достаточно мусора. Это в основном сухие тут тараканы. Которые я им кормлю. И личинки жука знахаря. Муравьи активно кушают. Здесь уже у нас целая куча. Хорошо, что у нас арена такая. Она достаточно сухая. И поэтому никаких клещей здесь не появляется. Все вот эти отходы они абсолютно сухие. А как мы знаем вредные клещи они любят влажность. Поэтому здесь абсолютно никаких проблем с клещами нет. Но лучше всего ребята убираться почаще у муравьев. Как только вы видите, что вы им дали таракана. Таракана они съели, не съели. Вынесли его на арену. Осталось там много частей от таракана. Таракан у нас не съеден. То лучше его конечно убрать. Чтобы не провоцировать вспышки клещей. Но я к сожалению не успеваю так часто убираться за муравьями. Как мне хотелось бы это делать. Но хотя бы раз в неделю, в две недели необходимо это делать. Так, ребят, но я не буду полностью вычищать весь мусор, который у нас накопился. Я буквально основной мусор уберу. Ну что, мусор мы убрали. Дальше мы можем спокойненько увлажнить формикарий. В первый модуль заливаем где-то примерно 1 мл воды. Во второй где-то 1,5 мл воды. Итак, ребята, чем мне нравятся тарелочки, Которые у нас сделаны из кожуры фисташки. Тем, что их можно вот так вот взять просто и выкинуть. И положить на это место новые тарелочки. Но сейчас мы тарелочки класть не будем. А мы покормим их тараканами. Немножко их придавим. И положим 2. Ой, один упал прямо на вход. Положим 2 небольшого размера тараканчиков. Пускай они подкрепятся. Опять же, ребята, вот в принципе и весь процесс ухаживания за этой семьей. Мы их покормили, увлажнили формикарий, убрали мусор. И теперь, чуть не забыл, должны наполнить поилочку водой. Потому что эта поилочка также уже у нас абсолютно без воды. Так, ребята, поилочка готова. Возвращаем ее назад на арену. И вот теперь точно процесс ухаживания за этими муравьями у нас закончен. Ну что, ребята, продолжаем ухаживать за муравьями. И теперь у нас на подходе Мермеция Преформис. У этой матки не так давно появился первый рабочий. К сожалению, он появился только один. Теперь давайте-ка мы сейчас у нее уберемся на арене, потому что здесь достаточно уже мусора. И покормим нашу маточку вместе с рабочим. Давайте мы вначале берем вот эти вот тарелочки. Удобно их использовать чем? Да, скорлупа от фисташек. Тем, что ты их покормил один раз, и можно спокойно выкинуть и поставить новую тарелочку. Также у нас тут есть остатки от тараканов. Давал я ей недавно тараканчиков немножко покушать. И вот еще у нас коконы скрытые лежат. Также их уберем, чтобы они у нас здесь не мешались. Так, теперь им поставим новую тарелочку. И в эту тарелочку сейчас нальем сиропик. Тарелочку поставим поустойчивее. И наливаем сироп. Все, сиропик у нас налит. Так, и теперь давайте посмотрим, что у нас в самом гнезде. Что у нас там с яйцами и с рабочим. Ну что, ребята, маточка у нас вылезла наверх на арену для того, чтобы попить сироп. Тем временем у нас яйца пока лежат. Все с ними хорошо. Продолжают они развиваться. Пока, чтобы появились личинки, я такого не вижу. Будем продолжать за ними наблюдать. И сейчас покажу вам, что у нас с рабочим, ребята. А с рабочим у нас не все хорошо. Рабочий у нас, к сожалению, сидит на одном месте. Немножко шевелит усами. Но видно, что ему не совсем прекрасно и не совсем хорошо. Что-то, что-то с ним не так. Не знаю, что. Что произошло. Почему он в таком состоянии находится. Но что-то с ним явно не то, ребята. Не знаю, выживет он или нет. Будет очень обидно потерять этого единственного рабочего. Который появился на Новый год. Новогодний подарок. Так мы его все ждали. И, к сожалению, сейчас он лежит. И практически не шевелится. Иногда я замечаю, что он немножко шевелит усиками. Но практически-практически этого нет. Надежда только на еще одну попытку. Не знаю, сможет ли выжить этот муравей. Но шансов у него не так много. Так, ну что, ребята. Я предлагаю сейчас увлажнить формикарий. Для этого сбоку, вот здесь вот вы видите, у меня есть такое отверстие специальное для увлажнения. Не совсем, конечно, это удачно. Потому что вы видите, что отверстие это очень большое. Практически такая же, как и сама камера для увлажнения. Поэтому, когда наливается слишком много воды, эта вода отсюда выливается. Поэтому нет смысла здесь большими порциями наливать. Я даже вот это делаю со шприцом, имею в виду с иголкой. Если делать это без иголки, просто вставлять шприц. Резко нажимаем. Ну, сейчас гипс более-менее сухой. Назад эта вся влага не выходит. Обычно бывает так, что резко нажимаешь. Вот, видно, да, что влага немножко начинает вытекать. Поэтому надо делать это плавно. Не совсем это у меня удачно здесь получилось. Все это реализовать. Но, в принципе, функцию свою. Самое главное, это камера выполняет. Гипс отсюда получает необходимую влагу. Но с рабочим у нас, ребята, явно что-то не то. К сожалению, такое бывает у муравьев. Не все складывается гладко. Но здесь не надо расстраиваться. Вон и матка вылезла. На верхнем левом углу, если вы сейчас видите, подкрепится. Главное, что маточка. Тут все нормально. Будем надеяться на вторую партию. Матка будет более опытная. И надеюсь, что со второй партии все-таки ей удастся поднять эту семейку. Еще бы тот выжил рабочий, было бы совсем все прекрасно. Но, не знаю, что-то он совсем сидит и практически не шевелится. Так, ну сколько я уже влил сюда миллилитров? Я думаю, что хватит. Сейчас еще раз вот так вот я вам поверну. Покажу вот этого рабочего, который у нас практически не шевелится. Совсем он поник головой вниз. Да, наверное, ребятки, все-таки он погибнет. Вон, маточка к нему сейчас подошла. Что-то пытается его оживить. Да, он какими-то усиками вот немножко шевелит. Что-то чуть-чуть, чуть-чуть ворочает головой. Но видно, что ему не очень хорошо. Явно его что-то беспокоит. Какие-то проблемы есть у него. Причем, когда он появился, все абсолютно было нормально. Не было никаких проблем. Но сейчас явно, явно что-то с ним не так. Продолжу наблюдать, ребята, за этой семьей. Обо всех изменениях буду вам сразу сообщать. Давайте начнем уход за еще одной семьей муравьев. Итак, ребята, перед вами муравьи Колобобси Стрункатус. На арене вы можете наблюдать, в принципе, такая более-менее чистота. Здесь есть те муравьи, которых они выносили и выкидывали. О, кстати, посмотрите, кто сейчас на арене есть. На арене есть один рабочий. Не такое частое явление, когда можно увидеть, что на арене ползают муравьи. В основном это происходит поздно вечером. Давайте мы их сейчас сразу здесь покормим. Тарелочку я обычно устанавливаю прямо вот сразу внизу возле входа. Потому что это такие пугливые муравьи, не очень они любят куда-то вылезать, далеко ползать. Как ни странно, я говорю, пугливые муравьи, но тем не менее, вот один рабочий прямо сейчас ползает по арене. Так, давайте мы их покормим также сиропиком. В тарелочку сейчас нальем сироп. Буквально несколько капель, чтобы он потом там не застывал. Так, им надо обязательно будет наполнить паилку, так как эта паилка, которая сейчас есть, она полностью уже высохла, полностью пустая. А вот такая вот у меня паилка из шприца сделана. Сейчас я выну отсюда ватку, налью воду. Так, ребята, водичка налита. Устанавливаем назад. Не хочет назад устанавливаться. Все, готово. Все, назад мы ее поставили. Так, давайте посмотрим, что теперь в самом гнезде у нас. Ну что, вот у нас сама семья, она находится в гнезде. Как вы уже, наверное, поняли, я решил не отправлять этих муравьев на зимовку. Хочу провести такой некий эксперимент, как она будет развиваться весной, несмотря на то, что этих муравьев я не отправлял на отдых, на диапаузу. Посмотрим, как они будут развиваться. Возле входа у нас дежурит здесь солдат. Нет, это солдат или солдат? Да, похож. Похож на солдата. Похож на солдата, да. Дежурит у нас возле входа солдат. Сами муравьи также по-прежнему находятся вот в этой средней камере. Здесь у нас сама матка, вот можно видеть ее справа. Да, есть расплод. Пока непонятно, как он развивается или не развивается в это время года. Но вроде бы все нормально с ним абсолютно. Семейка тоже себя чувствует хорошо. Прилично они здесь все подвычистили. У них здесь абсолютно практически никаких нет трупиков муравьев. Там буквально, может быть, один-два лежит от предыдущей к семье. А так, в целом, все нормально, ребята. Абсолютно с этой колонией. Они неплохо питаются. Правда, все это происходит в основном в ночное время. Но, тем не менее, семейка растет. И я надеюсь, что она все-таки разрастется и хоть как-то заполнит все вот эти вот камеры, которые здесь есть. Специальной камеры для увлажнения у меня нет. Поэтому я набираю воду-шприц. И просто вот здесь вот у меня есть вентиляционное отверстие. Я прямо иголку подвожу поближе к нему. И запрыскиваю туда, там, я не знаю, несколько миллилитров воды. Все. Вот эта нижняя часть гипса, она увлажняется. И, ну, незначительная часть, видите, воды также вылилась у меня здесь. Вот. Но, в принципе, свою функцию этот процесс ими выполняет. Потому что все-таки гипсон увлажняется. И влага поступает к муравьям. Плюс у них всегда есть, конечно, на арене отдельная поилка для того, чтобы муравьи могли в случае недостатка влаги воспользоваться ей, попить, увлажнить свое гнездо и так далее. Оставим эту семью в покое и приступаем к уходу за новыми муравьями. Перед вами наша семья огромных древесных компонотусов. Эта семья зимующая, но, как вы видите, она также находится не на зимовке. Очередной эксперимент, чтобы понять, как будет семья развиваться весной, не проводя у них зимовку. Видите, пробирочка у нас достаточно грязная, водички у нее немножко есть, поэтому я ее пока не пересаживаю. Поэтому сейчас мы с вами почистим у нее пробирку хоть немножко, хоть как-то. Уберем остатки еды. Тут тараканчики, у нас еще все остальное. Расхода сейчас у этой семьи нет, он весь пропал. И давайте начнем уже у нее убираться. Убирать этот весь грязь, весь мусор я буду ватными палочками. Сейчас будем аккуратненько открывать пробирку. Убирать весь мусор, который здесь у нас есть. Доставать с тех тараканов. Тараканчиков достать не так просто, они здесь в самом конце у нас оказались. Да, и сама пробирка она у нас очень-очень такая уже грязная внутри. В каком-то в сиропе, в остатках еды. Попробуем сейчас что-нибудь с этим сделать. Попробовал я вот намотал такой небольшой тампончик на большой пинцет. Вот сейчас с этим большим пинцетом всю грязь будем собирать, убирать. Так, один рабочий бросился в атаку. Ну, хоть немножко будет чище у них в пробирке. А то очень много у нас здесь грязи. Ну, ничего, скоро мы пересадим их в новую пробирку, поэтому проблем особо с этим не будет. Так, ну вот, наверное, вот на таком и остановимся. Сейчас сделаем им новую тарелочку. Так, новая тарелочка у нас готова. Устанавливаем ее в инкубатор. И покормим мы их также медовым сиропом. Как и остальных здесь у нас муравьев. Несколько капелек им капнем. Сейчас они не так активно едят, потому что находятся в диапаузе все-таки. Все-таки у них сейчас должна быть зимовка. Вот, но два рабочих в нормальном состоянии. Помогают активно маточки во всем. Есть надежда, что эта семья весной все-таки будет хорошо у нас развиваться. Но посмотрим, ребята, вместе с вами понаблюдаем. Субтитры сделал DimaTorzok А перед вами, ребята, семья муравьев темнотораксов, которых я приобрел на Рептилиуме. И они сейчас подключены вот к такой вот у меня арене. Здесь был когда-то живой субстрат. Почему был? Потому что сейчас он очень сильно пересох. И все живые микроорганизмы, организмы и насекомые, которые в нем были, они сейчас погибли. Ну, мне так кажется, по крайней мере. Потому что здесь полная-полная пустыня. Все очень сухо. Я пытался сначала увлажнять, но у меня здесь большая сетка для проветривания. Очень быстро это уветривается. В общем, надо увлажнять, иначе было каждый день. Также, что у нас сейчас в инкубаторе? Закончилась вода. Она полностью закончилась. Маточка. Если мы на нее посмотрим, то на ней сейчас нет уже клещей. То есть, этот способ все-таки он сработал. Те мелкие все насекомые, которые у нас здесь были, клещи, колембулы, они смогли победить вот этого клеща, который здесь был. И теперь на маточке его нет. Она абсолютно чистая. Муравьи ползают по арене здесь. Выискивают себе пищу, добычу. Что я хочу сейчас сделать? Я хочу у них убрать тарелочку, которая сейчас очень-очень грязная, и подключить сюда новый инкубатор, для того, чтобы семья могла переехать к нему. Или, по крайней мере, использовать его как поилку. Так, ну что, давайте мы уберем эту старую тарелку, которая у нас здесь есть. Берем ее аккуратно так, чтобы не прихватить с собой муравьев, которые настолько мелкие, что их просто можно не заметить. Тут у нас целая куча тараканов. Всего остального. Но я не вижу, ребят, вроде бы нет у нас здесь никаких муравьишек. Так, кладем новую тарелочку на это же место. Подвигаем поближе к нашей арене, чтобы они могли спокойненько, не к арене, а к инкубатору, чтобы они могли спокойно из этого инкубатора попадать на тарелочку с едой. Вот. И капаем несколько капель медового сиропа. Так, теперь, ребят, я сейчас извлеку вот эту вот крышечку, которая у нас есть. Я ее обрежу и вставлю сюда новый инкубатор. Так, ребят, все готово. Инкубатор засуну сейчас вот в эту вот крышку. Сейчас мы подстыкуем его назад к нашей арене. Или лучше сначала, наверное, даже его вытащить, подстыковать, а потом уже засовывать туда новый инкубатор. Уже здесь надо его немножко подсгибать. Засунутым туда инкубатором это делать крайне неудобно. Так, все, инкубатор у нас установлен. Засовываем сюда крышку, установленная, засовываем инкубатор. И хочу подвести инкубатор этот поближе прям к самой кормушке для того, чтобы муравьи могли спокойно туда перебираться. Да, ну вот что-то такое у нас вот получилось. Не знаю, насколько он туда заходит близко. Может быть, как-то его сделать еще ближе попробовать. Или прям вот так вот его. Да, ну вот, смотрите, да, ребят, что-то такое у нас получилось. Так, как бы нам теперь так сделать, чтобы у нас и та, и та пробирка, она касалась нашей поилочки. Нашей тарелочки с кормом. Давайте попробуем как-то это сейчас сделать. Вот сейчас, ребят, 100% у нас наша тарелочка касается и одного инкубатора, и второго нового и старого. Посмотрим, будут ли муравьи переселяться или оттуда таскать влагу для увлажнения. Вообще, это муравьи, которые особой влаги такой не требуют. Ну, посмотрим, что они предпримут, что они будут делать. Нужно ли будет им переезжать в новый инкубатор, или они смогут таскать отсюда воду для того, чтобы увлажнять свой старый. Водички я им отдельно ставить не буду, так как у них будет инкубатор. Сиропчика я им налил. В следующий раз я им дам что-нибудь мясное. Какого-нибудь тараканчика или, может быть, личиночку. Ну что, ребята, на этой новости мы будем с вами заканчивать наш новостной выпуск. Я его буду стараться выпускать почаще, хотя бы раз в квартал. Хоть и муравьев не так часто все меняется, но за полгода, ребята, очень-очень много изменений произошло у наших муравьев. Сами это все видели. Поэтому не забывайте подписаться на канал, ставьте лайки, комментируйте, и в скором времени выйдут новые интересные выпуски. Не один выпуск выйдет, а много интересных. Не забывайте подписаться. Всем пока.